Здравствуйте, уважаемые студенты! Разрешите предоставить вашему вниманию лекцию «Идиопатические заболевания парадонта». Сегодня на лекции мы с вами ознакомимся с классификацией системными заболеваниями, наследственными заболеваниями, врожденными заболеваниями, эндокринными заболеваниями, опухолеподобными заболеваниями и иммунодефицитом. Что хочу сказать по поводу идиопатических заболеваний? Это заболевания, которые невыясненные этиологии протекают. Они с изменением не только общего состояния организма, зачастую сопровождаются спленами галей, поражением костной ткани и проявлениями в полости рта. Сегодня мы с вами будем рассматривать нозологи, которые сопровождаются изменениями, проявлениями в полости рта. Системные заболевания идиопатические – это промежуточные заболевания между гиперпластическими и опухолевидными процессами. Сюда относятся гистиоцитоз Х, эозинофильная гранулема, болезнь Хендершиллера-Крисчена, болезнь Летерерозивы и керозиновый ретикулогистиоцитоз. Наследственные заболевания, десмодонтоз, особенностью этого заболевания является то, что здесь происходит лизис от ткани парадонта. В большей степени это относится к телу челюсти, кости альвеолярного отростка. Также патологический процесс сопровождается тем, что и нарушается структура скелета костей. Таким образом, также поражаются органы, которые принимают участие в процессах кровотворения. Если говорить про заболевание парадонта, то процесс сопровождается тем, что наблюдается разрушение круговой связки по типу парадонтита тяжелой степени, которая сопровождается подвижностью, гноетечением, воспалением. Образуются глубокие парадонтальные карманы, которые в последующем приводят к расшатыванию зубов. То есть процесс, протекающий по типу быстро прогрессирующего парадонтита. Синдром Папиона-Лефевра – это наследственная кератодермия, аутосомно-рецессивный тип заболевания, которое сопровождается, еще мы называем его ладонно-подошвенный гиперкератоз. Достаточно редко встречающиеся заболевания, которые наследуются по аутосомно-рецессивному типу. Характеризуется роговением внутренних поверхностей ладошв, подошв, ладоней и воспалительно-деструктивными изменениями в тканях парадонта. Поражение парадонта вызвано нарушением функций лейкоцитов, а также специфической бактериальной флоры зубного налета. И далее выражен гиперкератоз. Все эти клинические проявления имеют метаболическую основу нарушения трептофанового обмена. Но первые признаки, которые сопровождаются при этом заболевании, это воспаление десны идет по типу генгивита. Затем также поражается круговая связка зуба. Расшатывание, смещение зубов происходит. Именно рыхлая десна, кровоточащая десна. Начинается в детском возрасте, к 14-15 годам ребенок может лишиться всех зубов. Процесс не приостанавливается даже после потери зубов. Идет вплоть до разрушения десневого края. То есть практически полностью рассасывается альвеолярный отросток. Следующее заболевание – это синдром Эллерса-Данлеса. Это наследственно обусловленная коллагенопатия. Восьмой тип – доминантный аутосомно-рецессивный тип наследования, который тоже сопровождается изменениями в тканях парадонта, причем по типу тяжелого течения. Синдром Токахары – наследственная болезнь крови, аутосомно-рецессивный тип, отсутствие фермент-каталазы, который приводит тоже к определенным последствиям и сопровождается именно проявлениями в полости рта, разрежением костной ткани, идет рассасывание костной ткани, разрушение круговой связки зуба по типу тяжелого парадонтита. Болезнь Нимана-Пика – наследственно-аутосомно-рецессивное, нейродегенеративное изменение заболевания. То есть врожденные заболевания – это синдром Дауна, трисомия, 21-й хромосомы, монголоизм, хромосомная болезнь. Мы говорим, что для этого заболевания характерен тип лица, монголоидный тип лица, полуоткрытый рот, макрогласия, слюнотечения. И, конечно же, страдают ткани парадонта. Слюнотечения, воспаление десны, подвижность зубов, налет. Естественно, все это не очищается. И, конечно же, здесь будет парадонтит, что при тяжелой степени. Эндокринные заболевания, сахарный диабет, декомпенсированные стадии, гипотириоз, миксидема, гипофункции щитовидной железы. Сахарный диабет, чаще всего наблюдающийся у детей в возрасте от 3 до 6 лет, но чаще от 11 до 12 лет. Вначале идут клинические симптомы изменения десны. Дальше процесс распространяется на костную ткань. Идет резорпция, костная ткань, тяжелое течение парадонтита, гнойно отделяемое зубодесневых карманов. Картину крови вначале трудно дифференцировать, но далее диагностическое значение имеет выявление толерантности глюкозе. Длительная нагрузка. При сахарной нагрузке в течение длительного времени сохраняется повышенный уровень глюкозы в крови. Ну и здесь, конечно, и при гипотириозе тоже аналогичная картина наблюдается в тканях парадонта. Лечение здесь, конечно же, совместно с эндокринологами. Опухолевидное заболевание иценго-кушинга, которое тоже сопровождается поражением твердых тканей зуба, вернее твердых тканей парадонта. Это воспалительно-деструктивный характер, который носит. И таким образом процесс завершается тем, что тоже идет прогрессивное течение, хроническое течение. И в последующем может привести к тому, что идет расшатывание, рассасывание костной структуры тканей парадонта. Далее к этим заболеваниям относятся иммунодефицитные заболевания. Иммунодефицитные заболевания – это СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита, который вызывается ретровирусом с ферментом обратной транскриптазы, поражает Т-лимфоциты. Здесь сопровождается тем, что в полости рта проявляется саркома капоши, волосатая лейкоплакея, гингивит, парадонтит тяжелой степени. Гистиоцитоз выделяет 4 основные клинические формы. Поражение одной скелетной системы, далее генерализованное поражение костной системы и лимфатической системы, генерализованное поражение лимфатической системы в сочетании с висцеральными проявлениями. Вот здесь локализация кости черепа лица, альвеолярный отросток, восходящие ветви нижней челюсти. В мягких тканях лица заболевание развивается как одиночно ограниченный хронический инфильтрат, слегка болезненный, локализация здесь указана. На рентгенограмме очаг поражения напоминает кистозный или остеомиелитический процесс, то есть овальные или округлые формы, значит, что деструкция костной ткани. Сопровождается оголением корней, вот посмотрите, подвижностью зубов, экссудацией, образованием глубоких парадонтальных карманов и выпадением зубов, потому что костная ткань здесь практически полностью атрофируется, наблюдается единичные множественные очаги резорции четкой или овальной, или округлой формы в костной ткани, да, таким образом происходит. Синдром Хендер Шулера-Крисчена чаще болеют дети от 2 до 7 лет. В основе лежит нарушение липидного обмена, расстройство ретикулоэндотелиальной системы. Классическими признаками заболевания также считается деструкция тканей челюстей, черепа и других отделов скелета. Несахарный диабет, здесь наблюдается экзофтальм, увеличение спленомегалия, увеличение, значит, это селезенки и печени, нарушение деятельности нервной системы, сердечно-сосудистой системы, протекает с периодическими обострениями. В полость рта нарастают язвенно-некротические процессы, стоматит, гингивит, парадонтит с глубокими парадонтальными карманами. Несмотря на возра, да, что чаще болеют дети, вот сопровождается таким тяжелым течением. И дальше идет что? Что поражение костной ткани. Далее, естественно, будет ухудшение аппетита, снижение массы тела, слабость, недомогание, кожная сыпь. И здесь сопровождается тоже спленомегалией. Синдром лотерерозивы. Чаще бывает у детей до 3 лет. Значит, симптомы наблюдаются остро, сопровождается резким подъемом температуры тела, популезно-пятнистыми высыпаниями на коже, спленомегалией, увеличением печени, селезенки. Возраст здесь указан. Чаще страдают дети, да. Естественно, здесь страдает общее состояние, температура поднимается высокой до 40 градусов, потеря массы тела, нарушение сна, нарушение аппетита. И катаральный гингивит в полость рта очень быстро переходит в язвенную форму гингивита. И далее сопровождается парадонтитом, подвижностью и выпадением зубов у детей вот именно этого возраста. Кератиновый ретикулогистиоцитоз, болезнь Гоше, значит, протекает в острой хронической форме. Острое – это злокачественное течение, встречается у детей до года. И обычно заболевание быстро прогрессирует и заканчивается летальным исходом. Хроническая форма наблюдается у детей старше 10 лет, проявляется малым ростом, с пленомегалией, изменением в костях, характерная желтоватая коричневая окраска кожи. А в полость рта это, конечно же, сопровождается тем, что здесь происходят изменения в тканях парадонта. Парадонтит, значит, генерализованный тяжелой степени, значит, с выделениями, с гнойными выделениями, значит, налет, камни и так далее, и так далее. Все это протекает по типу быстро прогрессирующего парадонтита. Акаталазия, болезнь Токахары, клинические проявления, увеличение подвижности зубов в различной степени, значительные изменения стенок капилляров, преобладают деструктивные процессы, рентгенологически отмечается равномерная резорция костной ткани, наличие язвенных поражений в полости рта, кровоточивость десен, глубокие десневые карманы, подвижность зубов, значит, сопровождается это заболевание вот таким подобным состоянием. Течение процесса хроническое, с периодом обострения, вот бурно протекает в раннем возрасте, теряют молочные зубы, потом постоянные зубы теряются у детей, отмечено клиническое улучшение после аппликации и полоскания каталазы, диагностика основана на данных семейного анамнеза, значит, это как бы наследственное заболевание, клинико-лабораторный метод обследования, это хроническое заболевание, не поддающееся медикаментозной терапии. Болезнь иммонопика характеризуется гепатоспленомегалией, лимфоаденопатии, ксантомами, пигментациями, тяжелыми неврологическими расстройствами, задержкой физического умственного развития, полость рта определяются пролиферативные процессы в деснах, деструктивные явления в альвеолярном отроске в связочном аппарате, и патоморфологически выявляются пенистые клетки нимонопика. Тоже в течение заболевания достаточно сложное, процесс необратимый, практически не поддающийся лечению. Так, синдром Папиона-Лефевра, еще раз пройдемся, значит, это деструктивный процесс, мы сказали, с образованием кист, воронкообразного рассасывания костей, приводит к выпадению зубов, сочетается с гиперкератозом, образованием трещин на ладонных стопах и предплечьях, мы сказали, деструкция лизиса альвеолярного отростка, десна гиперимирована, изменения будут в парадонте, характерные тяжелые поражения, глубокие парадонтальные карманы, сурозно-гноноотделяемым. Синдром приобретенного иммунодефицита, значит, весьма разнообразен, включает грибковые, бактериальные, вирусные поражения новообразования, неврологические расстройства, рецидивирующие автозные изъязвления, прогрессирующие некротические язвенные процессы, токсический эпидермолиз, трофические декупитальные язвы, идиопатическую тромбоцитопению, увеличение слюных желез, комплекс сухости, ВИЧ, значит, эмбриопатию, подниженочелестную лимфоденопатию, значит, как я говорила, это сопровождает саркома капоши, сопровождается, значит, волосатый лейкоплакеи, гингивитами, парадонтитами, проявлениями таким образом в полости рта, здесь тоже очень, значит, ярко выражены. На этом все, спасибо вам за внимание.